Друзья, всем привет! Это история о том, как мы покупали автомобили для ЗСУ, искали, находили, выбирали. У нас была задача найти два автомобиля, но мы накружили три. Как мы это сделали? Именно об этом сегодняшнее видео. Не так давно мы привезли автомобиль для ЗСУ, подарили Hyundai Santa Fe. И вот там вот в видео я сделал большую ошибку о том, что у нас мы сделали благотворительный фонд. Я сказал в самом конце, это неправильно, об этом надо говорить вначале. Так вот, мы сделали благотворительный фонд, и реквизиты, естественно, будут все в описании. И хочу сказать, что он настолько, как бы это правильно слово подобрать, мощный, наверное. Ну да, другого слова нет. Ну, е краще слово потужный, мается на базе еще украинскую. Но с учетом того, что меня смотрят и в Литве, и в Польше, украинского языка там не понимают. Поэтому в очередной раз говорю, да, друзья, я вещаю на русском языке не потому, что я не могу говорить на украинском. Я уже в последнее время больше думаю на украинском, нежели и говорю. Так вот, сегодня с утра у нас было принято решение, насобирали на автомобиль, автомобиль и еще чуть-чуть, скажем так. Было принято решение завтра выезжать в Польшу. Чего это я стою? Ну, и, естественно, завтра мы выезжаем в Польшу. Но я обмолвился словом, что у нас есть денег на автомобиль и чуть-чуть. Для следующего автомобиля не хватает всего лишь 3200 злотых. Так вот, друзья, вы, по-моему, в 10 утра я написал сообщение об этом. Сейчас час дня и мы едем покупать уже два автомобиля. Поэтому, кто не безразличен к нашей победе, у кого есть возможность, кто горит желанием помочь нашей армии, реквизиты внизу, пишите, не стесняйтесь. А у нас начинается новая история. И да, хочу сказать огромнейшее всем спасибо, кто встречается у меня на пути. Так, надо говорить здесь, потому что дальше блокпост. Огромное спасибо всем тем, кто встречается у меня на пути. И без вас этого бы всего не получилось. Я просто хочу продиктовать огромный список людей. Но точно так же я очень сильно опаздываю в обменку. Надо забрать до 3 часов дня на другом берегу, в другом конце города злотые для покупки автомобиля. Все, друзья, дальше будет история очень интересная, я надеюсь. То есть в планах Land Rover, Range Rover и если получится, если получится, не буду пока загадывать, но может быть еще будет заряженная Фронтера. Пока не понимаю, как парень, который выдавал прицеп, он на связь не выходит. Соответственно, сейчас еще надо будет найти где-то в аренду в прицеп. В общем, все как всегда. Начинаем бешеные гонки, скачки. Понятное дело, что будет результат. Я еще не знаю, какой. Друзья, все деньги, которые вы перераховываете виртуальны, благодаря этому парню, зовут его Ярослав, они становятся, вот тут вот 6 тысяч злотых, они становятся реальными. Дуже великое спасибо Ярославу, что... Есть что сказать парням? Украина с нами. Само так. Дуже спасибо. До речи, надо сказать, что Ярослав сам особисто занимается також волонтерской деятельностью. Он для всех своих знакомых притягивает бронежилеты, каски, форму. Все, что есть, все, что он может найти, все он купит за свои кошты и придает всем своим заемам, те, что он может остановить сейчас в ЗСУ. С учетом того, что лафет в Киеве я не нашел, тот, который мне давали, там сейчас человек, вне зоны доступа, но не суть важна. Так вот, ближайший фаркоп, который я нашел в аренду, это Белая Церковь. Соответственно, еду сейчас в Белую Церковь. Ну, с мирной точки зрения это нифига не по пути, а по факту это по пути, потому что через Белую Церковь нужно объезжать Житомир. Вот поэтому едем, объезжаем, накручиваем, наворачиваем лишние километры. Прицеп лафет в аренду взял. В аренду этой штуки 650 гривен в день. Вот, плюс еще у них не было строп. Накружил я стропы, потому что особо негде брать. Завтра уже надо выбирать машину. Стропы, правда, только три. Четвертой, не было четвертой, где-то в Польше по дороге куплю. Ну, в общем, суть до дела, я хотел отсюда в 10 уехать, сейчас уже два. Лечу, тяжело это, конечно. Брать в аренду прицеп. Рассказывают, отдай нам техпаспорт. Вернее, отдай паспорт, потому что нужно быть уверенным, что ты к нам вернешься. Друзья, как я через КП буду проезжать, вернее, через блокпосты буду проезжать с паспортом. Ну, короче, пофотографировали все документы. Паспорт не брали. Рассчитался за три дня, поехал. Постоплата у них не подходит, только предоплата. Гоу. Теперь осталось часов в 5 до 6-7. Короче, в 9-10 буду на границе, если все будет хорошо. Лечу. Вот именно сейчас, в это время, в Белоруссии, а в Белоруссии здравомыслящих людей, процент здравомыслящих людей намного выше, чем в России. И это с учетом того, что сама Белоруссия, она же намного меньше, чем в России. Так вот, в совокупности людей процент намного выше. Так вот, о чем это я? Именно в этот момент сейчас мне нашли там воздушную... Почему она на воздушную заслонку тянет? Дроссельную заслонку, которая у меня, кстати, по сей день еще как-то работает, но ошибка уже... Если раньше ее можно было погасить свободно, то сейчас она уже даже не гасится. И вот, постоянно в ошибке, но едет. У меня другого выхода особого нет. Так вот, нашли эту воздушную заслонку. Игорь, огромное спасибо. Плюс, сейчас он будет заниматься тем, что он ее будет передавать в Литву. А вот каким боком она из Литвы поедет в Украину, тут непонятно, но я чего-нибудь придумаю. Невыполнимых задач нет. Намного проще ее с Литвы притораканить сюда, нежели ее через... с Белоруссии передать сюда. Ребят, всем спасибо за то, что помогаете. Вот всем миром, если делать чего-то, объединившись, очень легко сделать даже самую сложную, невыполнимую задачу. Всем еще раз спасибо. Всем, кто помогает. Для того, чтобы была эта история понятная, нужно рассказать хронологию событий. Вот, когда мы выезжали в Польшу, у нас было договорено осмотреть раз, два, три автомобиля. Пока я доехал в Польшу, остался только один. Ну, чтобы было понятно, вот приграничная зона и до центральной Польши вообще недорогого ничего нет. То есть, если две недели назад, неделю назад было еще машин большой вагон, маленькая тележка, весь мусор, который раньше был, вот не нужен никому, теперь его просто нету. Ну, такое ощущение, что его на металлолом сдали, но по факту его сдали не на металлолом, а по факту он уехал в Украину. И вот то, что раньше стоило там, допустим, 300 долларов, 400 долларов, сейчас полторы тысячи. Что? Не нравится? До свидания. Причем такие машины, которые, блин, умирающие. Хронология событий. Мы, когда выехали, начали искать параллельные автомобили. Я когда понял, что из трех, за которыми мы едем осмотреть, остался только один, а я за рулем, я попросил парней в телеграм-чате, кстати, кто не присоединился к сообществу, где очень весело, вот здесь вот нарисую в очередной раз телеграм-чик, и заходите, там весело будем общаться. Так вот, парни набросали автомобили, там порядка 30 машин. Так вот, я пока прошел границу, ну, это минут 20, наверное, доехал до Биала-Подаляски, это 130 километров, ну, короче, полтора часа. За вот эти два часа из 30 машин десятка уже нету, проданы. И это, на секундочку, в 10 вечера. То есть машина вечером есть объявление еще, оно живое, а подается, все, его уже нету. То же самое было на следующий день. Мы договорились в одном городе, не шипи, мы договорились в Биала-Подаляске, там недалеко был Kia Sportage, посмотреть его. Ну, как бы, Kia Sportage, полноприводный автомобиль, чего бы не посмотреть, там цена 8900 злотых. Звоним парню, дружище, мы хотим посмотреть этот автомобиль. Окей, все, договариваемся, приезжай. Я, типа, работаю до 3 часов дня, в полчетвертого соброшусь, 4 можно будет посмотреть. Хорошо. Договариваемся, едем уже 3 часа дня, подъезжаем, звонит. Извините, я уже продал машину. То есть, договаривается человек с нами на 4, ему кто-то звонит и забирает эту машину. Ну, то есть, мы с ним по телефону задавали вопросы, за сколько отдашь, а там человек, видать, не задал вопрос такой. И, блин, ты можешь нашипеть. Вот, потом были машины в центральной части Польши. Я построил маршрут среди тех автомобилей, которые подходят по параметрам. А по параметрам подходят это джипы, это кроссоверы. Это, в общем, полный привод. Чем больше дорожный просвет, тем лучше. Это автобусы, так чтобы можно было там 6-7 человек сесть, погрузить хотя бы туда килограмм 200-300 веса. Ну, ящик, скажем так, правильного размера. И вот с этим всем нужно куда-то ехать. Так вот, таких машин нет. Разбирают их очень быстро. До 2000 евро машин нету. Фронтер нету. Мы уже смотрели на Исузу Труппер. Нету. Транспортеров нету. Сука, нифига нету. Вообще нету. Как ехать в следующую поездку, не знаю. Ну, то есть, надо же еще автомобили. Они, если раньше мы крутили носом полторы, шо вы гоните полторы дорого, то сейчас получается две. Вполне нормальная цена, никого она не пугает. Нормальная, комфортная цифра. Есть у нас подписчик Дмитрий. И Дмитрий точно так же состоит в нашем телеграм-чате. Вот он когда увидел, что нужна помощь, он ее предложил просто так. И с учетом того, что он знает польский язык лучше, чем я, ну, в разы лучше, чем я, надо отдать должное, он его знает не идеально, но парень вызвался абсолютно бесплатно помочь. Он приютил меня у себя дома. Семья вообще классная. Супруга божественную пищу готовит. Хочу сказать огромное спасибо Дмитрию, который нас приютил у себя в Белой-Подаляске. И его семье вообще очень-очень веселые люди. Огромное вам спасибо. Еще есть одна офигительно здоровая проблема. Это то, что большинство поляков, они сейчас на работе автомобилей, смогут показать только вечером. Это очень сильно усложняет нам жизнь. По дороге есть площадка. Дмитрий посоветовал. По продаже автомобилей. Ну, может быть, что-то здесь сейчас и найдем. Может быть, а может быть и нет. О, равчик. О, блин, купешечка. Даже с моргалками. И не придется спецзнаки ставить. Я думаю, так же и гумовный лежит. Форт Рейнджер. Древний, старенький вообще. Так вот, надо узнать, что продается он. Дядька говорит, все продали в Украину. Еще две недели назад были автомобили, но сейчас уже, говорит, есть один шаран. Мне стыдно смотреть вам будет в глаза, если я его продам. Но цену называть не стесняется. Две с половиной тысячи евро за шаран с пробегом больше, чем полмиллиона. И дешевле нету. Ладно. Едем сейчас за 400 километров. Есть хорошая Honda CR-V с двумя комплектами резины от хозяина. В общем, сейчас будем посмотреть. По дороге увидели, продается Renault Duster с продом. Он Duster, но он дорогой. 28 тысяч злотых. Это пипец, мега дофига. Ладно, едем дальше. Короче, попали мы на демонстрацию. Вроде бы людям нельзя запретить ходить по пешеходному переходу. Вот вроде бы они просто ходят, не пускают фуры. В общем, какая-то акция. А мы на эту акцию пристроились. И вот осталась буквально одна машина перед нами. Снова мы стоим, курим бамбук. Короче, еще минут 40. Нифига мы не посмотрим того количества автомобилей, которое было задумано. Но я знал, что какое-то западло может быть. Поэтому я к этому всегда готов. Ну, к тому, что где-то не успеешь, где-то что-то не получается, где-то кто-то обманывает, где-то что-то происходит в этом мире. И вот в Польше вдруг происходит акция. Непонятно на поддержку кого, чего, зачем ходят, почему. Но что-то ходят по пешеходному переходу. Протестуют против чего-то. Я перешел. Давай украинскую разумею. Подоблюсь, там я, блин, какие-то избеки, какие-то эти. А, так вот-вот, говорит. Ваши нас там не пускают. Мы вас тут не пустим. Не пускайте. Мы сейчас через лес поедем. Вот чего в моей жизни еще не было, так это езда по бездорожью с прицепом. По говну после дождя. Ну, в общем, очень весело. Прикольно. А, кстати, вот эти вот чуваки, которые ходят, я на телефон для инсты заснял. А сюда тоже расскажу. Это русские бунтуют. Грубо говоря, они поставили свои фуры. Из-за того, что их не пропускают, вот они и начали перекрывать движение полякам. А когда они увидели украинскую машину, то понимаем, что нас бы не пропустили вообще ни при каких обстоятельствах. И причем, что полицейские стоят, ну, а что мы можем сделать? Ну, вот, типа, мирно бунтует. Понятное дело, что машину не начали трощить, но мы экономим время. Поэтому фигачим по лесу, фигачим по бездорожью, но с прицепом. Жалко, конечно, что прицеп грязный. Ну, в смысле, когда заезжаешь в лужу, на него всякая хрень летит, когда машина буксует. Но ничего. Помоем, отдадим чистенький. На вот этой вот площадке дешевого до 10 тысяч злотых нету вообще ничего. Вот ничего нет. Все повыгребали. Парни говорят, слушай. Все ушло в Украину. Нет ничего. Когда по дороге видишь дешевого дрыща везут, присматриваешься, вот это 100% Украин. Потому как поляки сейчас не довозят автомобили до площадок. Потому как все, самое недорогое, полноприводные автобусы, все тянется в Украину. И вот так вот в потоке видишь, какой-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И как так получилось? Да, так о чем это я? Идешь в потоке, видишь, кто-то тащит какого-то Т-4 или еще что-то. И вот так можно даже спорить, что будут украинские номера. И в общем так оно и есть. Не успеваю таких моментов заснять, потому что места на карте не так много, но просто поверьте на слово. Ну и машин, правда, немного тягает, потому что в принципе уже очень много машин и так позабирали. То есть если раньше крутили носом на то, зачем едем сейчас мы, и говорили, крутили пальцем у виска, типа вы что, это очень дорого, то сейчас это еще попробуй найти. Кому война, кому и нажиться. Ну, в смысле, и денежек подзаработать. А вообще найти автомобиль сейчас... Значит, что такое найти автомобиль? Это сначала надо изучить все предложения, которые есть. Потом посмотреть, где они есть географически, построить маршрут. Потому что такое впечатление, вот поляки, которые продают машину, взяли вот так вот жменью риса, на карте насыпали, вернее разложили карту над собой, сыпанули, вот эти зерна разлетелись. И где есть, куда они упали, вот там и будем продавать машину. Вообще разбросано так все. Сделать какой-то логистический и разумный маршрут вообще не получается. Поэтому приходится и валить на расстоянии типа 720 километров для просмотра автомобиля. Очень надеюсь, что это увенчается успехом. Потому что по-другому будет больно. По топливу. Здалей, Капово. Здалей, Капово, Адам. Так. А можно его суда и выгнать? Конечно. Конечно. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Треб billoh под дом поехали чтобы мы в лесу а то вывезли хлопца в лес и зараз короче машина стоила 8300 злотых по телефону договорились на семь с половиной здесь мы не сбили еще с него 500 короче 7000 злотых за хонду црв с классным мотором но чуть-чуть ухай доханный ходовой сзади сайлентблоки надо менять и есть понимание что мне показалось что будет задний редуктор но 1000 на 10 этой машины хватит железобетона то есть а дальше она просто пойдет вот этот самый под хотя может и этот поменяем за четыре года он проехал на не 100000 короче беру денег сейчас пойдем снимать короче это шляпа пол двенадцатого ночи до оформлять автомобиль через 15 минут закрывается гостиница машину еще надо оформить короче пипец не знаю еще как сейчас будем делать сейчас что-то придумаем пол двенадцатого ночи никогда так не покупал машины вообще никогда даже в мыслях не было что в пол двенадцатого могу купить автомобиль автомобиль приобретен договор купли-продажи есть на полную стоимость карты поезды кстати у этой машины еще техосмотр до двадцать четвертого года у нее есть страховка то есть эта машина абсолютно нормально может передвигаться по дорогам общего пользования без каких-либо придумываний без без истории плюс два комплекта ключа резина резина сейчас мы с него еще резину выйдем у этой машины есть еще гума так что сейчас будем забирать машину намутили снимаю выехали на свет потому что место где мы покупали ну я не уверен что то видео можно будет ставить ну что он реально очень такое все темно я впервые в жизни смотрел машину в темноте значит у нее не крашена жопа у нее вот эта сторона родная левая сторона была вгашенная но на самом деле нам пофиг короче больше сейчас половина двенадцатого в 28 минут дима забежал в бедренку и купили себе какого-то ужина вам уже последний раз мы кушали с утра когда выезжали от его дома сейчас у нас есть яблоки и сейчас у нас есть сок сейчас у нас есть оплаченная гостиница поехали мы спать все мы красавчики первая машина намутили да кстати по сумме вот этот автомобиль стоил 8300 злотых мы его купили за 7000 он хотел за семь с половиной но всем короче нормально потому что мы говорим что машина пойдет в украину для украинской армии он ну типа раз для армии то окей пацаны спрашивал правда ли то что в буче так много цивильных трупов или да действительно это правда там у нас беда быстрее выбивайте русских и и в общем ну слезы у парня на глазах накатывались когда сказал что это правда мы в гостиницу спать не будем сегодня о мрачном второй день в польше идет ну такой дождь а температура сейчас упала до 4 градусов еще немножко и пойдет дождь со снегом а я на летней резине даже фуров гоняет вот так вот не быстро мы едем в общем готовься к худшему а там уже будем исходить из реальных обстоятельств аккумулятор он отпала али забыл отпала у мушиш муту пшикать а вот мув тумать ауто старт ты понимаешь да 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 е для ребенка и медведя на немедведя на злате парня него тонкие Старки, давай. Давай, давай. Сейчас из этого. Погоди. 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 О! Синный грамот. О! Аккумулятор. Нет, аккумулятор здесь новый. Я купил аккумулятор использованный, но там был капут. И здесь было написано... Хуй, нет? Ходник хуй. Ходник хуй. Ходник это... Ходник, там где люди ходят. И кто-то оставил, кто-то мне написал ходник хуй. То я полакировал это. Те целые двери полакировал я. Те целые двери... И оттуда... Тен калаечек на долю. Почему не подошли лендроверы? На самом деле все очень просто. Один оказался вообще без документов. Ну, т.е. люди продают машину. Есть у него автомобиль, нет документов. Восстановить. Говорит, я не хочу этим заниматься. Мне скоро заканчивается моя карта, по которой я здесь нахожусь. Карта по поводу. У поляков это называется. И все. И машина мне это не нужна. Вторую продаем. Хотя первую можно тоже запросто поставить на ноги. И будет она ездить. И то, что она говорит, попшукать. В смысле, чтобы запустить с эфира. Это все мелочи жизни. Это все делается. Не таких больших денег оно стоит. И это при стоимости автомобиля в 1000 злотых. Чтобы было понятно на украинские гривны. Это меньше 8000 гривен. Автомобиль практически на ходу. Ну, вложить в него еще... Блин, 300 долларов за глаза. И она поедет в классном состоянии. Но она без документов и нам ее не протащить по таможне. Значит, вопрос по второму автомобилю. Я скажу честно. Я был уверен, что эта машина пятидверная. Две штуки. Он их там как-то хитро пофотографировал. Что я не обратил внимание, что она трехдверная. И трехдверный автомобиль тоже имеет право на существование. У него-то крыша съемная. И там на крыше можно чего-то прикрутить. В смысле в виде пулемета. Или же человека посадить назад, чтобы отстреливался. Но так себе. Парни просили большую машину. Так, чтобы было четыре двери. Потому что все-таки дождь никто не отменял. И в дождь ездить на автомобиле без крыши. Ну, очень некомфортно. Плюс там у него светится гирлянда. Очень много электрических ошибок. Но меня это не пугает. Меня больше пугает то, что у нее будет редуктор. И то, в принципе, это тоже не сильно пугает. Его можно поменять. Хотя, если горит редуктор. Горит. Будет редуктор. Там уже может скоро пообрезать полуося. Рисковать за 7000 злотых. Ну, так себе затея. А машин. Вот, честно скажу. Были очень большие надежды на эти автомобили. Но. Хотя бы на один из них. То есть я был уверен, что из двух. Один выберем замечательно. И будет хорошо. Понятное дело, что один без документов. Но каждый день это жизнь наших парней на передовой. Вот каждый день ждать это очень тяжело и долго. И что делать дальше? Пока нет понимания вообще никакого. Что будем делать дальше? Не знаю. Но. Сейчас будем чего-то придумывать. Друзья. Чем закончилась эта история? Как из двух автомобилей мы накружили три? Об этом уже в следующей серии. Потому что длинные видео. Ну, кто бы что ни говорил, длинные видео не смотрят люди. А это будет уже очень скоро. Два. Максимум три дня мы справимся. Мы высадим видео. А сейчас легенький сполирочек для тех, кто досмотрел до конца. Вот. Сейчас. Секундочку. Подойду. Вот. Хопочки. Угадайте, что это за машина. Вот эту машину я сейчас накружил в Литве. И вот эта машина тоже едет парням. Но это уже будет другая история. Это уже будет другое количество автомобилей. С вами был Николай Тарануха. Киев. Компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Парни на передке. Держитесь. Мы вам в любом случае помогаем вот как можем. Справляемся. Ну. С теми задачами, которые нам поставлены, мы справляемся. Поэтому. Все будет Украина. Все. Пока. Побежали.